Bethesda Softworks. Компания, хорошо известная нам по средненьким спортивным играм, гоночкам под DOS и прямо-таки горе лицензированных игр по франшизе Терминатор. Возможно, именно так бы мы и сказали сейчас, если бы они взяли и не сделали крайне интересный продукт. Zelda Scrolls Chapter 1. Арена. Притча о языцах. Об игре говорили много, она отдала старт целой серии и в конце концов полностью изменила лицо компании, создавшей её. Но сейчас, для подавляющей части игроков в Тес, арена это тайна, покрытая мраком. Так что же это такое? Какова история создания? Почему эта игра так важна и может ли она быть интересна сегодня? Об этом мы поговорим в сегодняшнем видео. Итак, наверное, каждый игрок в Тес слышал эту легенду создания. Сначала игра разрабатывалась как спортивная, где команда гладиаторов путешествовала по городам и побеждала в боях, чтобы в конце концов стать чемпионами в имперском городе. Но со временем разработчики прорабатывали мир, геймплей и в конце концов им захотелось сделать полноценную ролевую игру. Примерно так оно и было, как ни странно, только с некоторыми нюансами. Давайте взглянем на скриншоты из альфа-версии. Некоторые из них, как этот, простой постановочный скриншот, который мало что скажет, что из себя игра представляет. Зато вот эти вот гораздо интереснее. Во-первых, мы можем увидеть эту команду гладиаторов. По факту, это выглядит как наитипичнейшая партия приключенцев, типичная для RPG того времени. На вот этом скриншоте можно увидеть, что гладиаторы стоят напротив входа в данж за пределами города, что уже несколько противоречит информации об игре про гладиаторов, которая ограничивалась чисто городами. Я думаю, было как-то так. Гладиаторские элементы уже на начальных этапах составляли только часть целой игры. Арена на ранних этапах представляла из себя классическую партийную RPG, но только со свободой мувмента. А сами гладиаторские бои представляли из себя подобие арены из Might and Magic, а победа на всех аренах была главным квестом игры. Тут есть еще интересный скрин. Не совсем понятно, что это, но очень похоже на экран какого-либо сервиса. Как в классических RPG, когда заходишь в магазин, или к кузнецу, или к магу, или в иной сервис, вместо, собственно, физического воплощения появляется такая вот заставка. Это подтверждает тот факт, что от боев на арене остались только имена команд в городах, а геймплейная часть гладиаторских боев даже не начиналась. Но впоследствии от всего этого отказались, экраны сортами остались только при входе в сюжетные данжи, а партия игроков пропала, оставив только одного приключенца. Таким образом, игра задавала те самые базовые стандарты, которые стали кредо Эльдер Скроуза. Более того, игра не стала очередной классической RPG, она стала нечто большим, одним из титанов-основателей совершенно нового жанра – экшен-рпг. В общем, что получилось, то получилось, и то, что получилось, было просто замечательно. В общем, для начала немного о сюжете. Звой волшебник, бывший боевым магом императора, при помощи посоха хаоса отправил этого императора, который, к слову, выглядит в арене как типичный фантазийный бородатый средневековый король, в неизвестное измерение. Своей темной магией он принял облику Реэля Септима VII, а также убил одну из своих учениц, которая хотела настучать на него совет старейшин. И все по ничего, но ученица магии заморозила свою душу в этом измерении, и пришла в виде призрака к заключенному в канализации имперского города, рассказав, в чем суть ситуации, и подсказав путь по канализации к порталу, ведущему в родную провинцию игрока. Впоследствии Майнквест будет состоять из поисков, разломанного злым магом на куски и посохом хаоса. Конечно, каждый кусок лежит в каждой из провинций, в самом секретном и страшном данже. Непонятно, каким макаром куски были закинуты в Crypt of Hearts, Лабиринтиан, или даже позже упаси Дагот Ур. Более того, неясно, как без встречи, собственно, с Дагот Уром, эти куски были достаны. Но, как вы уже, наверное, без меня догадались, лор был, мягко говоря, еще не так проработан. Не было ни доэдр, ни меров, были только демоны и эльфы. Люди-ящеры и арганиани были далеко не одним и тем же. Более того, не было никаких аэдра, кроме упоминания некой киноред, а храмы представляли из себя сооружения, облепленные ангхами, в которых находились католические монахи с крестами и библиями. В общем, дженерик, насколько это возможно. Несмотря на то, что некоторые вещи, вроде регионов, летописей и исторических эр, Тайбера Септима, а также знаковые локации и города, как раз таки были созданы в арене. Примечательно, что в игре присутствуют научно-фантастические элементы, если это можно так назвать. Посмотрите на внутренности Железного Голема, где явно просматривается электроника и проводочки. Но это модная в то время фича, в тест не прижилась, и даже такие вещи игрой просто не объясняются. Немного разобравшись в сюжете, переходим к геймплею. В каждой провинции мы собираем по куску посоха, после чего получаем во сне наводку от призрака, где находится следующий кусок. На месте в следующей провинции мы спрашиваем людей о свухах, после которых нас отправляют к тому, кто об них знает подробнее. Это может быть местный король, местное отделение гильдии магов, хозяин таверны или жрец в храме. Каждый из них просит сходить в данж и принести ему что-нибудь. Взамен он дает карту к подземелью с куском посоха. И так далее. Всего игра, по сути, это десяток с лишним подземелий, которые нужно пройти, но не все так просто. Пара слов о движке. Это райкасный движок, то бишь использующий вучи для рендеринга, то есть это как бы и не 3D игра. Все лабиринты, издания и другие объемные элементы по факту находятся в 2D, а при рендеринге набрасыванием текстур создается симуляция 3D. Самым простейшим примером похожего движка будет движок Вольфенштейна 3D. Характерные черты игры, невозможность смотреть вверх или вниз, только прямые углы, стены определенной высоты и так далее. Тем не менее, даже с такими ограничениями разработчики смогли создать довольно замечательную картинку, частично костылями вставив такие возможности, как анимированно открывающиеся двери, дальность прорисовки, уровни высотности. Игра имеет несколько разных уровней высоты, которые одновременно могут присутствовать на уровне. Это водяные каналы, постаменты и даже комнаты с летающими платформами и мостами. И даже кое-где имеются косые стены, хотя работают они и так себе. Но в целом это можно назвать большим достижением для того времени. Даже с оглядкой на такие игры, как Doom и System Shock. Но, конечно, самая примечательная вещь в игре, это процедурная генерация местности. Довольно унылое в нынешнее время, на 1994 год это было весьма и весьма, особенно в трёхмерной игре с довольно годной графикой. Представьте, если бы тот же Вольфенштейн или какой-нибудь Херетик создавал вам уровни прямо на ходу игры. Тут для тех, кто не знает, следует пояснить. Многие слышали, что в арене реализован весь Тамриэль, но, наверное, никто не видел внутри игровой карты, кроме общей рисованной. А всё дело в том, что за пределами городов и заранее созданных дальжей, между которыми герой путешествует посредством быстрого путешествия, которое, кстати, учитывает такие вещи, как километраж и даже внезапно погоду. Только генерированная местность, которая будет создаваться бесконечно по мере путешествия. И, конечно, вы не сможете дойти до другого города таким образом. Не сможете выйти из-за края провинции, местность будет создаваться до тех пор, пока вы идёте. Это, кстати, причина, почему я не согласен с тем, что карта Майнкрафта каким-либо образом побила карту Даггерфола. Тогда получается, что карта Арены, которая по факту бесконечный генератор, побила их всех одновременно. Кстати, о Майнкрафте. В игре есть возможность при помощи заклинаний убирать куски стены, даже пола. И это можно делать даже на открытой местности. И при помощи бага можно построить вход в данж. И игра затем внутренности этого данжа для тебя сгенерирует. Из других интересных фич. Времена года. Да, это единственная часть игры, где они работают. Благо игра использует крайне ограниченный набор текстур. Есть и привычный календарь с праздниками, правда, более примитивный, чем в Даггерфоле. Помимо Майнквеста и его сопутствующих заданий, можно взять нетривиальную задачку в таверне. Но за них и платят мало, и они унылые. А можно попытаться найти один из артефактов Тамриэля. Да, эти ваши луки Ауриэля и прочие бонитовые кольчуги, кочущие из игры в игру, появились еще в арене. Можно, правда, иметь только один артефакт за раз. Что, кстати, делает Логма Инфиниум, который пропадает после использования эдаким мастхевом. При том, что в игре несколько более простая ролевая система, чем в Моровинде, и тем более в Даггерфоле, есть только атрибуты и зависимые от них эффекты, но нет скиллов как таковых. И поэтому эта книга дает целую гору поинтов в основные характеристики, что нехило бустят персонажа. Довольно интересная особенность, которую не особо развили, в одном из подземелий присутствует полноценная лодка, которую можно использовать, плавая по затопленной пещере. При том, она даже более продвинута, чем повозка или лошадь из Даггерфола. Это физический объект, который находится в воде, то и после использования они упираются в инвентарь. Еще одна вещь, которая, к великому сожалению, пропала в Даггерфоле – визивик. Это термин из настолок, который обозначает соответствие внешнего вида персонажа и его миниатюрки в игре. Как всем известно, на спрайтах Даггерфола броня, одетая на гуманоидного врага не отображаются, все они имеют один и тот же спрайт, а вот варенье таки отображается. Ну, потому что конкретные классы имеют конкретно прописанный вуд, ну и сами спрайты тут нарисованы гораздо проще, но все же забавно еще то, что случайно НПС запоминают у игрока, и если и поговорить с ними еще раз до того, как они пропадут, они и будут уже узнавать вас. При всех при этих фичах игра имеет критически простые механики, например, за попытку своровать, по-тихому пролезть в комнату поночевать, за взлом. Появляются стражники, которые атакуют тебя и все, можно просто убежать или перезайти в зону и они пропадут, или просто убить их. Никакой системы правосудия или награды за голову тут не присутствуют и в помине. В жилых домах, которые всегда заперты, отсутствуют люди, зато бесконечно спаунятся монстры, как будто это донжон. Но это очевидная недоработка. А кроме Майн Квеста, гильдии магов это по факту простые магазины, где можно купить или создать спелл. Никаких членств и веток заданий. Второй тип магазинов — оружейный, где нордического вида качок-кузнец продает и покупает все, чем не торгуют и не идентифицируют в гильдии магов. Нету тут такой важной вещи, как создание собственного класса, кстати. Из недостатков игры можно отметить художественную работу. Она классная по большей части, мне нравится стиль, но порой основной художник немного вожает, а порой вместо нарисованных в той же стилистике монстров используются быстрые 3D рендеры или что еще хуже вырезанные фотографии или вообще нечто нарисованное в пейнте. То же самое и с завершающей-ка сцены, где рисованный император криво вставлен в 3D сцену. Можно также припомнить и загадки, некоторые из которых были довольно ублюдочно составлены. Но тем не менее, несмотря на все, несмотря на многие упрощения и отставания, несмотря на отход от огромного количества традиционных RPG элементов, несмотря на насмешки со стороны разработчиков других ролевых игр, арену ожидал успех. Почему же? Да потому что это, во-первых, замечательная приключенческая игра, которая как никакие другие в свое время позволяла вжиться в роль. Замечательная динамическая музыка, огромное количество разных городов, которые можно посетить, интересные, в меру сложные, но не безумные подземелья, с удобным на своем время управлением и картами. В сживанию в роль сопутствовали и такие вещи, как практически полное освобождение от многих RPG условностей того времени. Все эти заранее прописанные миры, схождениями по клеточками партии персонажа с бэкграундами, экраны городов и сервисов, тут такого нет, тут ты сам по себе. И да, персонаж это не некая партия, это именно ты. Ты ходишь по реальному миру, заходя в таверну или магазин ты не видишь анимированный рисунок, но полноценный интерфейс, интерьер и людей внутри него. Ты не ограничен клетками, ты ходишь и управляешь своим персонажем свободно, как в каком-нибудь шутере, но при этом тебе сопутствует классическая ролевая система с атрибутами, присутствует полноценное изображение персонажа с возможностью надевать на него броню, а также привычный фэнтезийный сюжет. Классические RPG и арену можно сравнить так. CRPG это когда ты попадаешь в интересную приключенческую книгу, арена это когда ты из своей тёплой постельки попадаешь в другой, но совершенно точно настоящий мир. Если вы хотите поиграть в арену, то её можно достать на сайте Bethesda, она бесплатная как и Daggerfall, но жадная Bethesda выпустила обычную версию, а не делюксы здания с лучшей озвучкой и музыкой, так что я советую как обычно на версию с UASP, ссылки как обычно я оставлю в описании. А пока всем спасибо за внимание и до новых встреч!